Посмотрите на эту сторону пожалуйста. I love SMU. Прикольно. Пришел, сфоткался, выложил себе в инстаграм и все, и твои друзья тоже теперь хотят сюда приехать и учиться. Дела уже не будет, а будет что-нибудь новое. Реально, все настолько сделано для пешеходов, просто не сравнить с предыдущими городами. Сингапур. Давайте разберемся, как этот город-государство создал свое экономическое чудо и как все начиналось. Какой путь преодолел этот небольшой остров, чтобы стать одним из лидеров мировой экономики? Как из города, который всего 60 лет назад, будучи в сложной социальной и экономической ситуации после колониальной эпохи и войны с бандами, преступными группировками, погрязшего в нелегальной торговле, азартных играх, проституции и наркотиках. Как он стал тем местом на карте, которое притягивает миллионы туристов? Символом богатства и успеха. Меня зовут Егор Еремеев. Вы на моем одноименном канале, где я путешествую по городам и странам. Погружаюсь в местную жизнь, культуру и историю. Знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город. Факты о современном Сингапуре. Что означает Сингапур? Слияние двух малайских слов. Синга и Пура. Синга – лев. Пура – город. Можно перевести как «левиный город». Есть такая легенда, а азиатский мир полон легенд, когда суматранский принц Санг Нила Утама впервые открыл остров в 13 веке, ему показалось, что он увидел льва. Из-за чего и выбрал такое название. Интересно, что ни одного доказательства об обитании здесь львов нет. А вот тигра принц увидеть мог. Ну, может, напутал что-то. Тем не менее, лев стал символом города. Хотя и тигр тоже. Тут интересно обратить внимание на государственный герб Сингапура. Обратите внимание, что там и лев, и тигр. Разобравшись в значении герба, можно понять важную часть истории становления Сингапура. Лев представляет Сингапур, а тигр символизирует исторические связи Сингапура с Малайзией. Тигр является символом Малайзии и также красуется на гербе страны. Из Малайзии у меня есть отдельный выпуск, поэтому welcome посмотреть. Центральный элемент герба – щит, на котором изображены пять белых звезд и белый полумесяц. Красный цвет олицетворяет братство и единство человечества, а белый – чистоту и добродетель. Полумесяц символизирует молодую нацию, взрослеющую и восходящую. Пять звезд над полумесяцем обозначают идеалы демократии, мира, прогресса, справедливости и равенства. Под щитом находится лента с девизом «Государство на малайском языке». Маджулах Сингапура. Вперед, Сингапур. Этот девиз выражает стремление нации к постоянному прогрессу и развитию. У меня рядом с отелем находится фудкорт китайский. Вы знаете, я очень рекомендую, если вы здесь будете, сходить просто на какие-нибудь китайские фудкорты. Почему? Потому что реально вкусно. Туда ходят все. На вот этих вот китайских фудкортах ребята и такие в пиджаках, и азиаты приводят не азиатов. Ну, я так понимаю, приводят они не просто так, потому что там вкусно делают, а там делают настоящую традиционную еду. Поэтому я рекомендую. Я сейчас поел, ну и, кстати, значительно дешевле, чем просто в обычных ресторанах. Я сейчас поел, знаете, на сколько? Меньше чем на 10 долларов сингапурских. Исторический контекст Археологические данные свидетельствуют о том, что остров был известен китайским торговцам еще в 8 веке. В 14 веке Сингапур был частью империи Шривиджая, морского королевства, которое контролировало регионы Суматры, сейчас часть Индонезии, и Малайского полуострова. Тем не менее, китайские иммигранты сыграли определенную роль в торговой деятельности региона в этот период. В одном из своих выпусков про бангкокский чайна-таун я подробно рассказал о миграции китайцев и влиянии на различные страны. Можете посмотреть, линк поставлю в описании. Когда Сингапур стал колонией. Первыми колонизаторами были вовсе не британцы. Они даже были не вторыми колонизаторами. А кто? Колониальная история Сингапура началась с прибытия португальцев в начале 16 века, за которыми последователи голландцы в 17 веке. Но именно британцы внесли ощутимые изменения на острове в 19 веке. Стер Стэнфорд Раффлс, чиновник британской Ост-Индской компании, основал современный Сингапур как британский торговый порт в 1819 году. Остров был стратегически расположен вдоль основных морских путей. Это сделало его жизненно важным центром британской торговли в регионе. Русский поэт и певец Александр Вертинский в 1931 году написал танго «Магнолия», которое мысленно переносит нас в то время. В бананово-лимонном Сингапуре в буре запястьями и кольцами звеня «Магнолия» от тропической лазури. Вы любите меня. Что на острове сделали британцы? Дороги, порты, общественные здания. Тем не менее, многие аспекты развитого города, такие как высокий уровень жизни, развитая инфраструктура и широкий спектр общественных услуг, еще не были достигнуты. Каким был город в то время? Это было место жизни и работы малайцев, китайцев, индийцев и европейцев, что создавало разнообразную культурную среду. Управление городом осуществлялось британскими колониальными властями. Это приводило к определенным ограничениям в управлении и развитии. Как уже отметил, в то время в Сингапуре была развита портовая инфраструктура, но многие другие аспекты городской жизни и общественных услуг были в зачаточном состоянии. Многие жители Сингапура сталкивались с проблемами, связанными с низким уровнем жизни, бедностью и ограниченным доступом к образованию и здравоохранению. Во время Второй мировой войны Сингапур переходит к японцам в 1942 году. Это была темная глава в его истории. После войны британцы восстановили контроль, но антиколониальные настроения были на подъеме. В 1959 году Сингапур получил самоуправление и присоединился к Федерации Малайзии в 1963 году. Но из-за политической и этнической напряженности Сингапур отделился от Малайзии в 1965 году и стал независимым государством. Куинн-стрит. Улица Королевы. Центр. Там у меня была Куинн-стрит. Здесь у меня Виктория-стрит. Виктория-стрит в честь, скорее всего, Королевы Виктории. Куинн-стрит тоже в честь, скорее всего, в честь нее. Путь к независимости Обустошительные последствия войны и ослабление колониальных держав способствовали росту националистических движений по всей Юго-Восточной Азии. В Сингапуре это настроение привело к росту требований к самоуправлению и независимости. Ли Куан Ю – ключевая фигура в борьбе Сингапура за независимость. Он сыграл важную роль в формировании судьбы страны. Происходил из семьи среднего класса, принадлежащей к народности Хака по отцовской линии, а материнская сторона относилась к перанаканам – это малайзийские китайцы. Несмотря на китайские корни, его родным языком был английский, что представляло собой необычность для того времени. Родители Ли Куан Ю были увлечены британской культурой, и они общались на английском, не зная языков друг друга. В то время Сингапур был столицей британской колонии Straits Settlements, и дед Ли Куан Ю прозвал внука Гарри Ли. Под этим именем Ли Куан Ю был известен в молодости. Начальное образование Ли получил в сингапурской начальной школе Телек Курау, которую он описывал в своих мемуарах как «неблестящую и бедную». В 1945 году Ли Куан Ю завершил обучение в Раффлс колледже в Сингапуре, ныне Национальный университет Сингапура. Позже он отправился в Великобританию для продолжения образования, в лондонской школе экономики, а затем в Кембриджском университете, одни из лучших университетов мира на тот момент. Он стал обладателем двух красных дипломов по праву и по экономике. Здесь хочу обратить ваше внимание, что у меня есть второй канал Smaps Education про зарубежное образование. В своих поездках я постоянно снимаю видео о зарубежных учебных заведениях. Сингапур – не исключение. Если вам интересна тема обучения за рубежом, заходите на канал Smaps. Подписывайтесь на наши социальные сети и всегда добро пожаловать на сайт нашей компании Smaps о зарубежном образовании. Совершенно случайно я сегодня не планировал, я набрел на SMU. Это Сингапур Management University. Я не хочу это видео привязывать как-то к вузам и не хотел. К вузам, к школам. Но раз уж я совершенно случайно сюда попал, забрел, давайте я вам немножечко просто покажу территорию. Во-первых, это самый центр, суперсовременный корпус университета SMU. Вот это одно из зданий, стеклянный корпус такой прикольный. Это Ли Конг, почти как Кинг Конг, только Ли Конг. Ли Конг Чан, School of Business. Стэнфорд Роуд. Почти как в Лондоне, School of Law. И вот такие классные, прикольные домики дальше. Посмотрите на эту сторону, пожалуйста. I love SMU. Прикольно. Молодцы. Сразу сделали. Пришел, сфоткался, выложил себе в Инстаграму. И все. И твои друзья тоже теперь хотят сюда приехать и учиться. Ребят, относительно других городов в Сингапуре, реально очень много модных людей, стильных, стильных, классно одетых. Вот. Мы идем, и над нами вот такая офигеть какая крыша. Здесь ты холлом-то не назовешь. Архитектура, ребят, сумасшедшая просто. В 1954 году Ли Куан Ю стал одним из основателей партии народного действия. С целью достижения самоуправления, а затем независимости. Под руководством Ли партия народного единства победила на всеобщих выборах 1959 года. И он стал первым премьер-министром Сингапура. Именно Ли активно выступал за прекращение колониального владычества Британии в Сингапуре. В результате национального референдума в 1962 году он добился объединения с другими бывшими британскими территориями в Индокитае, формируя Малайзийскую Федерацию. Расовые напряжения и идеологические разногласия привели к отделению Сингапура от Малайзии через два года. С последующим становлением его в качестве суверенного города-государства. Сингапур получил независимость от Малайзии в 1965 году. Прикольно так поставил тачку и смотрите, сразу же здесь у него машинки на приборной панели. Яркая, яркая машинка. На момент обретения независимости в 1965 году в Сингапуре существовали различные преступные группировки или банды. Банды часто имели этническую принадлежность и были связаны с различными видами преступной деятельности, включая нелегальную торговлю, азартные игры, проституцию и наркоторговлю. Банды входили в различные секретные сообщества. Наиболее известными были триады, занимающиеся организованной преступностью и имеющие китайские корни. В целом, история сингапурских банд уходит в глубокую историю еще во времена пиратства, аж в XIV веке. Что делает правительство? Вводят жесткие законы против участия в деятельности тайных обществ и организованной преступности. Например, закон о тайных обществах. Sacred Societies Act. Реформируются правоохранительные органы, усиливают полицейские силы, обучают, оснащают, улучшают. Проводятся активные расследования, пресекают деятельность преступных группировок. Создаются специализированные подразделения для борьбы с организованной преступностью. Запускаются социальные программы для улучшения жизни в неблагополучных районах и предотвращения вовлечения молодежи в преступные группировки. Проводится активная просветительская работа среди населения о вреде преступных группировок и важности соблюдения закона. В Сингапуре до сих пор практикуется кеннинг как форма наказания за определенные виды преступлений. Этот метод наказания применяется в дополнение к другим формам наказания и тюремному заключению и денежным штрафам. Все это используется для серьезных преступлений, включая вандализм, незаконное проникновение, некоторые виды сексуальных преступлений и преступления, связанные с наркотиками. Кеннинг в Сингапуре выполняется в строго контролируемых условиях и с соблюдением определенных процедур. Наказание выполняется сотрудником полиции или тюремным служащим. Выполняется в присутствии врача, который должен убедиться, что осужденный физически способен выдержать наказание. Нанесение ударов производится через специальную одежду, чтобы минимизировать риск инфекций. Количество ударов строго ограничено и определяется судом. Несмотря на то, что эта практика вызывает дискуссии в области прав человека и в международных кругах, она остается частью правовой системы Сингапура как средство дисциплинарного воздействия и сдерживания. Тем более, этот элемент способствовал низкому уровню преступности в стране. Что мы имеем по итогу? Сингапур – один из самых безопасных городов в мире. Но это не все. Взяточничество. Также было объявлено главной проблемой государства. Что Ли Куан Ю применил здесь? Было образовано бюро по расследованию коррупции. Что вообще понималось в качестве взятки? Любое нежелательное поощрение. В качестве наказания предусматривалось лишение свободы сроком до 5 лет и штраф в 100 тысяч сингапурских долларов. Было принято решение о лишении чиновников и их семей неприкосновенности. Даже СМИ были вовлечены в процесс. Каждый коррупционный скандал освещался. Агенты БРК получили право проверять банковские счета, имущество чиновников и их семей и даже друзей. Сами же расследования были сосредоточены на высших эшелонах власти. Но важно отметить, одной из первых мер стало сильное повышение зарплат госслужащим, министрам и судьям. Зарплаты подняли до десятков тысяч долларов, а в некоторых случаях и до 100 тысяч ежемесячно, официально. Но ни охраны, ни персональных автомобилей они не имели. Полицейские и чиновники низшего уровня также получили достойную зарплату, чтобы не было соблазна взять взятку и одновременно ввели строгую систему наказаний. К чему это привело? Как вы думаете? В государственный сектор перешли лучшие специалисты. И так начался рост экономики. Фактически весь государственный аппарат боялся попасть не в тюрьму, а лишение своей работы. Смотрите, я иду, думаю, ступенька такая. Смотрите, прикол. Как будто бы ступенька на самом деле вода. Там вообще камешки растекают. А со стороны кажется, как будто бы мраморная какая-то ступенечка. Вам интересно узнать про официальные зарплаты госслужащих в Сингапуре? Вообще политика высоких зарплат для госслужащих основана на философии, что это помогает привлекать и удерживать талантливых специалистов в государственном секторе. Зарплаты государственных служащих в Сингапуре могут существенно варьироваться в зависимости от должности, опыта и уровня ответственности. Министры в Сингапуре являются одними из самых высокооплачиваемых государственных служащих в мире. Их годовой доход может составлять несколько миллионов сингапурских долларов. Зарплаты государственных служащих на более низких уровнях и судей начинаются от 10 тысяч долларов ежемесячно и выше в зависимости от опыта специализации. Экономическое чудо Сингапура После независимости правительство Сингапура под руководством Ли Куан Ю сосредоточило усилия на создании стабильной и предсказуемой политической и экономической среды. Сингапур активно развивал свою портовую инфраструктуру и логистику, превратившись в один из крупнейших и наиболее эффективных портов мира. Правительство внедрило меры по привлечению иностранных инвесторов, включая льготное налогообложение, создание свободных экономических зон и обеспечило высокий уровень правовой защиты. Инвестировались большие средства в образовательную систему, обеспечивая подготовку квалифицированных кадров для поддержки растущей экономики. В 1971 году правительство создало валютное управление Сингапура МАС для надзора за денежной кредитной политикой и банковской деятельностью. Сингапур начал активно развивать сектор финансовых услуг, превратившись в один из ведущих международных финансовых центров. Все эти факторы в совокупности превратили Сингапур из небольшого портового города в один из самых процветающих и развитых городов мира с высоким уровнем жизненаселения. Правительство, возглавляемое Ли Куан Ю, сосредоточилось на привлечении иностранных инвестиций, индустриализации и создании квалифицированной рабочей силы. Сингапурский аэропорт Чанги неизменно входит в число лучших в мире. Он также стал одним из факторов привлечения иностранных инвестиций. Его эффективное транспортное сообщение облегчило передвижение людей и товаров, превратив Сингапур в региональный и глобальный деловой центр. Ли Куан Ю прославился своим видением, политической хваткой и стилем руководства, что способствовало быстрому превращению Сингапура из постколониального портового города в современную процветающую нацию. Говоря о финансовом успехе города, имеет смысл упомянуть Рафлсплейс, важный культовый район в деловой части Сингапура. Рафлсплейс назван так в честь сэра Стэнфорда Рафлса, основателя современного Сингапура. Этот район имеет историческое значение, поскольку именно здесь Рафлс впервые высадился в Сингапуре в 1819 году. И именно это место считается сердцем города. Рафлсплейс Рафлсплейс – крупнофинансовый район, центр финансовой банковской деятельности Сингапура. Здесь расположены финансовые учреждения, банки и корпоративные офисы. Вообще в конкурентной атмосфере Сингапура широко используется термин «киасу», обозначающий человека, нацеленного на превзойдение других с максимальными усилиями. Примерно 3% общей численности населения страны – около 100 тысяч долларовые миллионеры. Они выбрали этот город своим домом. Внутри города выделен особый квартал миллионеров. Называется Кэпплбэй. Включает в себя 6 зданий изогнутой формы. Эти небоскребы взаимно связаны мостами, а на их вершинах созданы целые сады. Пока я иду, вот здесь на набережной сейчас разбирают стадион. Здесь, наверное, сцена прямо на воде. А здесь у вас места были когда-то, чтобы смотреть какие-то выступления. Короче, это все дело разбирается. Поэтому это было. И, скорее всего, если в будущем вы приедете, здесь у этого дела уже не будет, а будет что-нибудь новое. Друзья, на этом у меня все. Но это не единственный мой выпуск о Сингапуре. На канале вы также можете найти и другие выпуски, включая главные символы Сингапура, достопримечательности. И можно посмотреть, что же можно увидеть здесь в Сингапуре, посещая его. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой YouTube канал. У меня также второй канал. Смапс Эдюкейшн про зарубежное образование. Вы можете найти меня в соцсетях по нику Смапс Эдюкейшн. И, конечно, сайт наш Смапс, где вы можете найти и узнать все о зарубежном образовании. Пока, подписывайтесь и увидимся в следующих выпусках. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо.